Под постоянным напряжением, эмоциональным находятся люди в доме номер 3 по улице Новокирпичной на Московке. Пятиэтажки. Регулярно происходит возгорание из-за неисправной электропроводки. Последнее случилось две недели назад и может повториться в любое время. 1 июня у жителей целого подъезда уже из строя вышла самая важная техника. Как некоторые из них сейчас живут даже без холодильника, знает Светлана Урванцева. У нас сломался холодильник, вот мы уже две недели живем без него. О, у нас двое маленьких детей, ходят в садик, ничего у нас нету. Покупаем все только на один раз, чтобы просто покормить семью за ужином и все. Нету ни запасов у нас еды, ничего. И сломалась стиральная машина. Холодильник можно не открывать, там практически ничего нет. Поэтому уже две недели семья на Царенус находится на вынужденной яблочной диете. Главному инженеру нашей управляющей компании, коммунсервис, я сама сказала, говорю, второй раз происходит экстренная ситуация, просто ломается, загорается что-то в квартире. Мне этот человек сказал, что только в 2018 году вы стоите на очереди, когда вам поменяет вот этот нулевой провод. Я ему говорю, ну вы же понимаете, что мы сгорим до этого года. Он говорит, да, вы сгорите с улыбкой на лице. В каком сейчас состоянии находится электрическая проводка, показывает муж Анны Алексеев. В щитке все починено с помощью изоленты и кусков тряпок. Как мы понимаем, что просто обгорает нулевой провод, соединение, слабое соединение. В прошлом году ситуация была такая, что вот этот проводочек обгорел, и пошла дуга 380. То есть вот пришел электрик, три матка изоленты нанес, какую-то шайбочку там примастырил. И ровно через год та же ситуация на первом этаже. Пишется в актах их экспертиза, в результате их экспертизы пишется, что в результате скачка напряжения. Коих скачок, ночь на дворе, там три телевизора, два холодильника у людей включены. Последнее возгорание в этом подъезде произошло около 12 часов ночи 1 июня. Александр Касьянов в это время еще не спал. Вдруг услышал щелчок, тут же в квартире запахло гарью. По успеху выбежать уже, зная ситуацию, что у нас происходит. Сходив по статижи, отключив просто питание, тут же сразу выходит сосед с квартиры, тоже у него руки буквально черные, говорит, у меня загорелась антенна. Сгорела одна микроволновка. В 2007 году сгорело два холодильника, два телевизора тоже сгорело, компьютер сгорел, микроволновка тоже вышла из строя. Александр говорит, что проводку в доме не меняли больше 30 лет. Первый крупный пожар электриков к действиям не постигнул. Второй, похоже, тоже. Уже две недели жители ждут из управляющей компании мастера, который должен оценить причиненный ущерб. Но рабочий не идет. Соседи составляют список сгоревшей техники сами. Повтори, пожалуйста, что еще у вас сгорело в прошлом году? В этом году системный блок, а год назад домашний телефон, микроволновка и выключатели по мелочи, подсветка, и все за свой счет восстанавливают. Анна и Алексей Нацаренус в прошлом году починили сгоревшую технику за свой счет. Затраты на ремонт управляющая компанией им так и не возместила. Поэтому сейчас семья вынуждена жить без холодильника и стиральной машины, пока коммунальщики не составят документы. Алексей снова звонит мастеру участка. Мы сидим две недели без стиральной машины и холодильника в летом. У нас двое детей маленьких. Вы нас кормите? А зачем мне ему звонить? Он был у нас... А вы тогда там кто? Вы что там делаете? Я начальник участка. Ну, а почему... Ну, кармана, я вам ремонт не буду оплачивать. Не, ну интересно, мы к вам обращались, вы знаете, ситуацию. Вы нам назначали день, что придет мастер, описывать повреждения. Никто не пришел. Есть наш акт, есть, ответ есть. Вы забирать ничего не хотите. Хорошо, я заберу. Когда к нам придет человек, который будет исправлять наши бытовые приборы? Вот я могу, наберите 45-50-6, Алексей Артурович. Инженеру коммунсервиса Алексей Нацаренус дозвониться не смог, не удивился. Теперь жители надеются, что прокуратура и государственная жилищная инспекция, в которую они обратились 1 июня, отреагируют быстрее.